О природном памятнике, его исторической и культурной ценности, нехватке территории для публичных мероприятий, в администрации состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства заливного луга. О планах и проектах, когда в Старом районе появится новая детская поликлиника. Нижегородская область переходит на раздельный сбор мусора, как система будет реализована в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. В сентябре этого года в Налоговый кодекс Российской Федерации внесли ряд изменений. В частности, нововведения касались земельного налога. Депутаты Городской думы на заседании планового бюджетного комитета рассмотрели внесение изменений в нормативно-правовые акты. С 1 января будущего года меняются ставки и сроки уплаты налога. Если раньше владельцы земельных участков должны были оплатить налог до 15 февраля, теперь срок сместился на 1 марта. Изменились и сроки внесения авансовых платежей. Сегодня авансовые платежи, тоже сроки уплаты, установлены Налоговым кодексом. Они уплачиваются последним числом месяца, следующего за истекшим кварталом, то есть 30 апреля и так далее, и так далее. Также народные избранники приступили к рассмотрению бюджета города на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджетная политика будет направлена на обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета Сарова. Основные характеристики бюджета на 2022. На 2020 год. Доходы 4 млрд 247 млн 945 300. Расходы 4 млрд 335 млн 945 300. Дефицит у нас 88 млн рублей. 88 млн рублей, если вы посмотрите в источниках финансирования дефицита, будут привлекаться кредиты кредитных организаций. Это 10% от налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет. По словам Любови Марковой, цифры на 2021-2022 годы даны приблизительно, так как через год ситуация изменится и бюджет снова будет корректироваться. Две концепции благоустройства и два часа обсуждений и жарких споров. По обоим вариантам реконструкции набережной реки Сатиса и заливного луга горожане высказали замечания. В первом случае им не хватило общественных пространств. Вторая концепция смутила островчан слишком кардинальными переменами. Но были и те, кто высказывался против любого благоустройства, требуя оставить все как есть и свести к минимуму вмешательство человека в природу на этом участке. Наверное, все понимают, что с этой территории и этой территории надо сегодня приводить в порядок. Первое. Эта территория находится, это основной природный ландшафт на стыле центральной части города и залейчей части города. Через нее проводят все основные магистрали. Пешеходные, так и транспортные. Во-вторых, это действительно сегодня, ну, как сказать, мы проголосовали сами за благоустройство набережной на реке Сатис. Сегодня Саров Инвест проводит колоссальные работы по благоустройству набережной. Невозможно на одном участке реки две трети благоустроить, а один участок оставить заброшенное. Деньги на реализацию проектов выделяются из федерального бюджета в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров. Отказаться от благоустройства этого природного участка и потратить финансы не по целевому назначению город не может. В первом проекте предполагается сохранить основные характеристики участка и пешеходные дорожки, укрепить берега, благоустроить границы заливного луга и сделать вертикальную планировку. Стоимость работ по первой концепции оценили в 300 с лишним миллионов рублей. Горожане рассматривали проекты с точки зрения доступности территории. Будет красиво смотреться и должен красиво смотреться, если будут очень хорошо сделаны склоны. Значит, сделанная, увеличена градусности, по-моему, увеличена. Она должна быть засеять красивой травой и искусственной газоной. Воплощение в жизнь второго варианта стоит в два раза дороже. Но эта концепция предполагает создание благоустроенного общественного пространства и большого количества мест для отдыха. Но, как отметили специалисты, для реализации этого проекта требуется учесть много дополнительных факторов и проработать детали. В 13 лет никакие мероприятия не проводились по очистке домов отложений. Поэтому я считаю, что для того, чтобы быть уверены, что реализация того проекта, который называется «Острова», что он может быть реализован, нужны достаточно серьезные изыскания. Помни о том, что заливной луг – это памятник природы, некоторые требовали оставить все без изменений, отсылая присутствующих к сохранению культурного и исторического наследия Сарова. Но буреломы с больных деревьев и непроходимые топи, которые образовались на месте заливного луга, мало похожи на заповедное место. Дикая природа должно быть в дикой природе. В городе может быть или парк, культирированная природа, или помой. Третьего, простите меня, не дано. Тем более на такой маленькой территории, как 22. Да, статус памятника в свое время был присвоен. По моей памяти, в том числе, для того, чтобы гранитировать какой-то застройки там. Но давайте отдадим себе отчет. Исторический природный ландшафт деградировал длинноузнаваемость. Памятник такой ужин нет. Выбор горожанам все-таки придется сделать. Все предложения направят авторам концепции и в управляющую компанию кластера Арзамас Дивеева-Саров, а также в проектную организацию. Вопрос сдачи 10-й школы в эксплуатацию после капитального ремонта давно волнует учеников и их родителей. Подрядчик должен был закончить работу 15 августа. Но к этому времени строители успели лишь укрепить стены и основания, завершить внешнюю отделку и заменить коммуникации. По словам заместителя главы администрации по капитальному строительству и архитектуре Владимира Еминцева, одной из проблем стали недоработки в проекте. Здесь наложилось то, что опять же качество разработки проектной документации, вот это вот время, которое прошло до момента начала капитального ремонта в школе, это внесло свои коррективы. Соответственно, приходилось на протяжении всего этапа капитального ремонта постоянно работать по какими-то внесениям изменений в проектную документацию. Открытие учреждения неоднократно откладывали. К декабрю строители снова не успевают сдать объект. Еще одной причиной задержки сроков стал слабый технический и рабочий состав подрядчика. Подрядчик Нижегородский, вот, как такового персонала в достаточном количестве у него нет. В основном это наемные бригады городские, какие-то сторонние, опять же, ОООшки, тоже, там, Мордовии, областные. Ну и, соответственно, у подрядчика недостаточно финансовых возможностей, чтобы, ну, правильно распределять и профинансировать те работы, которые выполняют его субподрядчики. По словам подрядчика, выполнено 70% всех работ. Рабочие выкладывают напольные покрытия, красят стены, продолжают проводить электричество и ремонтировать санузлы. Почти готовый спортивный зал, столовая, кабинеты и большинство коридоров. Ремонт 10-й школы планируют закончить к 1 января, чтобы за новогодние праздники ее успели отмыть и подготовить к началу занятий. Если подрядчик снова не уложится в срок, штрафные санкции в сторону компании продолжатся. Санкции к подрядчику уже идут. У него срок исполнения подряда был 15 августа. И уже начиная с 15 августа до момента, будем говорить, сдачи школы в эксплуатацию, ему начисляются пенни, штрафы, которые будут взысканы с тех денег, которые он должен был получить. Откроет ли обновленную школу к следующему учебному полугодию, покажет время. Новое здание детской поликлиники построят на продолжении улицы Чапаева, около дома по адресу Силкино, 44. Пятиэтажная постройка будет включать в себя кабинеты приема участковых педиатров, неотложной помощи, функциональной диагностики и лечебной физкультуры. На территории площадью более 8 тысяч квадратных метров разместят игровую площадку и парковку. Будут работать кабинеты здорового ребенка, эндоскопии, отделение восстановительного лечения и диагностическая лаборатория. Из федерального бюджета на новую детскую поликлинику потратят более 900 миллионов рублей, 400 из которых пойдут на покупку современного оборудования. Это будет такой хорошо оснащенный диагностический центр. То есть МРТ-томограф, компьютерный томограф, ультразыковые аппараты, рентгеновские аппараты, эндоскопические аппараты и так далее. То есть туда мы все, что могли, максимально включили. И как бы все это устояло при экспертизе, все это принято и это будет поставлено. Согласно проекту, на втором, третьем и четвертом этажах будут находиться игровые зоны для малышей, чтобы время ожидания врача проходило в комфортной обстановке. Каждое место оборудуют детской мебелью и игрушками, мягким, безопасным напольным покрытием. Для хорошего настроения маленьких пациентов стены украсят рисунками и аппликациями. Пока будут строить новую поликлинику, прием юных больных перенесут с Монастырской площади на Октябрьский проспект, дом 6. Сюда, в здание бывшего физиотерапевтического отделения, перенесут прием маленьких пациентов. Несмотря на то, что здание меньше по размеру, работать детская поликлиника будет в штатном режиме. К февралю рабочие должны отремонтировать помещение, подготовить кабинеты и перевести мебель и оборудование. На временное место переедет весь медперсонал. По-прежнему будут работать процедурные и прививочные кабинеты, кабинеты неотложной помощи и педиатрии, регистратуру и гардероб. Во время ожидания приема врача в коридорах дети смогут посмотреть мультфильмы и поиграть в специальных местах. Попробуем создать какую-то игровую зону и игровые комплексы, пусть и небольшие комплексы, чтобы если придется это самое ожидать, то чтобы это ожидание было в более комфортных условиях. Хотя общая задача это сократить время ожидания до 10-15 минут. Сейчас мы над этим работаем. Наверное, в обычное время это возможно, но период повышенной заболеваемости ждать, конечно, придется. Срок сдачи новой поликлиники – конец 2021 года. Спустя 20 месяцев от начала строительства. Подрядчика определят на аукционе в конце ноября. Переходить на систему раздельного сбора мусора или нет? Этот вопрос должны решить сами жители многоквартирных домов. Обязывать горожан сортировать отходы никто не будет. Однако, если дом все же перейдет на новую систему, сумма за вывоз мусора изменится. Казалось бы, при правильной организации жители получат сниженный тариф. Полигон будет принимать отсортированные отходы, чтобы в дальнейшем отправлять на переработку. Складировать их больше не придется, от этого и расходы уменьшатся. Однако, не все так просто. Федеральное законодательство четко предусматривает, что как только жильцы на квартирном доме проголосовали о переходе на отдельный сбор отходов, учет отходов для данного конкретного отдельного дома, он уже идет не по нормативу накопления, установленного в территории Нижегородской области, он идет по факту. Причем именно так придется платить как за отсортированный мусор, так и не отсортированный. Зачастую, как уверяют представители регоператора, объем вывозимых отходов превышает установленные нормативы. К тому же, желтый контейнер для раздельного мусора нужно приобрести и установить. Это ложится на плечи жильцов. В идеале придется создать отдельную контейнерную площадку для каждого дома, чтобы вести учет объема вывезенных отходов и огородить ее, чтобы свой мусор туда не выкидывали посторонние. Давайте не будем забывать про огромногабаритный мусор, про все эти шкафы, холодильники, телевизоры, диваны и так далее. В данном случае предусмотрен вывоз этого мусора по факту, и придется этот мусор копить жильца на этой площадке и вызывать каждый раз бункеровоз, потому что этот мусор должен быть защитным. Если на вывоз этого мусора пригонят бункеровоз вместимостью 8 кубических метров, то и счет выставят именно за этот объем, даже если по факту мусора меньше. Сложности возникнуты у жителей частного сектора. За них решение о переходе на раздельный сбор принимает муниципалитет. Сейчас объемы мусора, которые региональный оператор собирает в частном секторе, идут с превышением норматива. Иногда почти вдвое. Если я боролся с ветками, которые не являются твердыми коммунальными отходами, этими всеми заборами, крышами, которые они мне валят, я вам скажу, я сейчас с удовольствием все это увезу и выстрою квинтарный свет. Я вам реально говорю, а зачем я буду с этим бороться? С администрациями по всей Нижегородской области я объясняю отношения. Вот эти навалы, огромные ветки, деревья, столбов и всего остального, я это все заберу и жителям выстрою. У меня же теперь привязывались, я уважаю по факту. Внедрение раздельного сбора мусора обсуждают в нашем регионе уже давно. Однако пока к этому не готовы ни управляющие компании, ни региональный оператор, ни сами жители. Жилой дом по адресу Ленина 23 был построен в 1956 году. Изначально архитекторами на первом этаже этого здания были запланированы торговые помещения. И ровно через год здесь открылся магазин номер 26. Более полувека по этим ступеням саровчане поднимались сюда, чтобы купить все самое необходимое для своей семьи. И вот история делает новый виток. Магазин закрыли. Еще кое-где остались ценники на товары, хотя витрины опустили несколько дней назад. Сотрудники освобождают помещение бывшего продуктового магазина «Дружба». Разбирают стеллажи и витрины, вывозят техническое оборудование, наводят порядок. В начале осени акционерное общество обеспечения РФЦНЕФ досрочно расторгло с администрацией города договор аренды. Мы за это время проводили работы по поиску арендаторов, но как вы предполагаете, что здание с такими параметрами, с такой площадью, 1495 квадратных метров, арендаторов в Сарове найти достаточно сложно. Поэтому мы включаем данное помещение в прогнозный план приватизации на 20-22 годы. На самом деле помещение магазина «Дружба» не в первый раз выставляют на торги. Пять лет назад уже были попытки его продать за 60 миллионов, но тогда сделка не состоялась. На тот момент стартовая цена была очень высокой, покупателей не нашлось. Пошли по второму варианту приватизации путем публичного предложения. Это когда возможность в ходе аукциона понижать цену до цены отсечения. И на тот момент даже находился покупатель, их было два. Процедуру аукциона оспорили через федеральную антимонопольную службу. Оказалось, что претенденты на недвижимость были в сговоре. Спустя пять лет администрация снова пытается найти нового собственника. В многоквартирном доме, как мы с вами знаем, можно открыть что угодно. Это и услуги, это и бытовое обслуживание, это и торговля, все что угодно. И там офис, никто не запрещает по гражданскому кодексу, разрешено собственнику делать что пожелает. Сейчас говорить о цене помещения пока рано. Оценку будут производить после подписания акта приема-передачи. Но, как отметил Людмила Тырсина, за прошедшие пять лет недвижимость такого назначения сильно упала в цене. Уютная детская площадка, новые тротуары, расширенная парковка и освещение у дома 26 на улице Шверника появились совсем недавно. Комфортная дворовая территория – результат проекта «Теплый двор», который реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив. Депутат Петр Смирнов вместе с жителями округа номер 29 участвует в ней четвертый раз. В этом году здесь был реализован проект на миллион двести. Был полностью реконструирован двор, фактически новые дорожки проложены, асфальтовые, с поребриками. Полностью сделана новая детская площадка с мафами разных возрастных категорий. Это и для старших, и для младших возрастных категорий. Также сделано освещение. Собственно говоря, с этого все и начиналось, потому что было желание жителей осветить свой двор. В программе поддержки местных инициатив многое зависит от желания жителей. Они выбирают территорию, которую необходимо благоустроить, самостоятельно или вместе с депутатом собирают документы. После их подготовки проходит конкурс, в рамках которого комиссия правительства Нижегородской области отбирает восемь проектов для воплощения. 50% средств выделяется из регионального бюджета, 35% из городского. Остальную сумму вкладывают спонсоры и местное население. Граждане собирают какое-то количество денег, например, в этом году это 5% от стоимости программы. И еще выполняют работы не финансового плана, то есть какие-то работы по благоустройству своей территории. В этом году в нашем городе при поддержке правительства Нижегородской области уже реализовали три проекта. Один из них – ремонт асфальтобетонного покрытия проездов Ореховой и Соловьиной в Тизе. Раньше на этих улицах лежал щебень, сейчас – новое дорожное полотно. Могут выбираться проекты, связанные с автодорожной деятельностью, с благоустройством, с обустройством мест захоронения, потом водоснабжение проекты, наружного освещения. Направлений много. Главная инициатива – население. Еще пять проектов программы находятся на стадии завершения. Бронхиальная астма – широко распространенная патология. Это болезнь, при которой затрудняется дыхание из-за воспаления в бронхах. В последние десятилетия этот диагноз все чаще и чаще слышат как родители маленьких детей, так и взрослые люди. Это связано не только с развитием методов диагностики, но и с ухудшением экологической ситуации. В эру химической промышленности, фармакологической промышленности, развитие промышленных предприятий, загадованности городов, мегаполисов, в эру стрессовых ситуаций – все это является провоцирующими факторами, которые вообще усложняют течение любой хронической патологии. Астма имеет характерные симптомы. Больной страдает одышкой респираторного характера. Его мучают сухие, свистящие хрипы, спазматический приступообразный кашель по ночам и в утренние часы. У астматика снижена толерантность к физической нагрузке. Астму может сопровождать аллергический ренит. Астма детского возраста отличается от астмы взрослых. Почему? Потому что чаще всего триггером является инфекция. На фоне инфекции развивается бронхиальная астма. И если в течение года несколько раз есть эпизоды абструктивного бронхита с нормальной температурой, с длительным кашлем, с явлением ренита, не исключающей аллергическую патологию, то, конечно, этих детей нужно обследовать на предмет исключения бронхиальной астмы. Спровоцировать приступ астмы может встреча с аллергеном, стрессы, запахи, спортивная нагрузка и даже длительное пребывание на морозе. Для того, чтобы предупредить развитие тяжелой формы болезни, нужно своевременно обратиться к врачу, который назначит необходимые препараты. Больному необходимо вести здоровый образ жизни и стараться исключить аллергены, чтобы не провоцировать приступы. Золотой крест ФМБА России – знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Лишь часть в копилке бесчисленных наград заместителя директора по воспитательной работе Саровского медицинского колледжа Ирины Соколовой. 35 лет женщина преподает русский язык и литературу будущим специалистам. Эти предметы для медиков важны не меньше анатомии и биологии, считает Ирина Валерьевна. Если медицинская сестра не знает, как писать русские слова, правильно ли она выпишет мне рецепт, правильно ли она запишет назначение врача. Ну и кроме того, я веду такой предмет замечательный, как русская литература. А в русской литературе у нас все-таки главное, наверное, и для нашей профессии это созвучно – воспитание милосердия. Энергии и инициативности Ирины Валерьевны можно только позавидовать. Преподавательница возглавляет волонтерское движение, курирует сайт, занимается проектами, которые организует колледж. Она активно пользуется соцсетями, интересуется современными трендами, чтобы всегда было о чем поговорить с учениками. Особенность Ирины Валерьевны состоит в том, что она может найти подход к любому ребенку. Дети ее очень любят и воспринимают на равных. Почему на равных? Потому что Ирина Валерьевна интересуется всеми проблемами молодежи и подростков. Вообще, я хочу сказать, что она интересуется всеми сферами нашей жизни. И воспитательным процессом, и образовательным процессом. Ей интересует политика, и интересует творчество. Многие ее выпускники связали жизнь с педагогикой. Восемь преподавателей медицинского колледжа, в том числе директора и заместитель по учебно-методической работе, когда-то получали знания у Ирины Валерьевны, а теперь стали ее коллегами. Ирина Валерьевна я знала достаточно давно, с 1993 года, когда еще пришла сюда студенткой и училась под ее началом. Именно она заражала любовью к русскому языку, к литературе, прививала любовь к чтению своими примерами. Также курировала нашу воспитательную работу. Профессиональные планы и идеи у Ирины Валерьевны не заканчиваются. Главное, чтобы на их реализацию всегда хватало времени и сил. Секрет успеха – поддержка коллектива и учеников, считает преподавательница. Это самая удивительная и самая замечательная профессия, которую, в принципе, я для себя желал бы. И она дает нам силы, когда сил уже нет. Профессию педиатра выбирают самоотверженные люди, уверена Ольга Зимина. Сама она работает по этой специальности 23 года, отдавая все свои силы и время маленьким пациентам. Ольга Владимировна, по сути, стала семейным доктором. К ней на прием приводят своих детей, а порой и внуков – те, кого она лечила в начале своего профессионального пути. К нам попадают совершенно несмышленные дети. Они вот лежат и пищат. А через 10, 15, 20 лет – это зрелые люди, которые… Ты что-то вложил в частицу своей души, своего тепла. Работа педиатра подразумевает не только осмотр детей в поликлинике или на дому, назначение анализов и лечение, выдачу справок. Зачастую детский врач выступает в роли психолога. Ребенок очень сильно зависит от родителей. Эмоциональное состояние мамы или папы сказывается на здоровье малыша. Порой взрослые забывают, что никакая таблетка не заменит теплого и доброго отношения. А самый главный витамин, который нужно давать детям – это любовь. Многие болезни, связанные с главными болями, причем даже не подростки, а дети раннего возраста, невротические какие-то расстройства, они связаны с тем, что родители забыли о том, какой главный должен быть витамин. То есть они хотят вырастить успешного человека, а по факту они его загоняют в угол. Сейчас под опекой Ольги Зиминой 1200 детей, хотя по нормативам должно быть 800. Укрупнение участков произошло из-за нехватки этих важных специалистов, отвечающих за здоровье подрастающего поколения. Эмоции, наверное, сейчас еще не совсем на том уровне, потому что я только-только узнала, и я, наверное, пойму это окончательно только к сегодняшнему вечеру. Поэтому сейчас я просто рада тому, что я победила. Марину Брагину переполняет эмоции. Она стала победителем муниципального этапа конкурса «Новое поколение 21 века». К мероприятию девушка готовилась несколько месяцев. Писала речь, снимала видеоролик о себе и о своей волонтерской деятельности, а также готовилась к дебатам со своими соперницами. Для меня такой конкурс несложный, потому что я всегда в жизни любила рассуждать. А так как это дискуссия, то в принципе все, что мы делали, это рассуждали. И немного рассказали о себе. Рассказывать о себе я люблю, рассуждать я люблю, поэтому конкурс можно считать для меня. Несколько баллов до победы не хватило учениц третьего лицея Ольги Черюти. Она считает, что жюри ей снизило оценки за видеоролик. В некоторых моментах мы его озвучивали за кадром, в некоторых моментах вот прям с видео получилось. Звук – это все он портит, я считаю, в этом ролике. Так-то он неплохой. Я ни в капли не расстроилась, потому что у меня еще будет возможность поучаствовать в этом конкурсе и, может быть, поехать на область. Всего в муниципальном этапе конкурса «Новое поколение 21 века» в номинации «Лидеры молодежных общественных объединений» приняли участие четыре старшеклассницы. Жюри оценивало наличие конкурсантов, собственной позиции, креативный подход и актуальные аргументы при ответах на вопросы. Уже участие в подобном конкурсе – это определенный шаг. Шаг в сторону лидерства и оценки своих собственных качеств. Девочки выступили очень достойно. Церемония награждения пройдет 19 декабря во время конкурса «Бумеранг». Победитель городского тура «Новое поколение 21 века» будет представлять царов на региональном уровне. Пользуясь общественным транспортом, немногие из нас задумываются, что рискуют своим здоровьем. Приехать за пассажирами могут как водители, которые прошли необходимые медицинские предрейсовые осмотры, сели за руль проверенного автомобиля, так и нелегальные перевозчики, которые не несут никакой ответственности и не имеют необходимых разрешений. Если же вдруг, допустим, происходит какой-нибудь штат ситуации типа ДТП, еще что-нибудь, человек пострадавший, пассажир становится пострадавшим, то никаких выплат и никакого риска гарантии никто нести из-за него не будет. Поэтому отдел ГИБДД я лично призываю, если же вы вызываете автомобиль такси или кого-то такси, то убедитесь в том, что это на самом деле автомобиль такси. Также дорожные полицейские проверяют и маршрутные такси, обращают внимание на наличие необходимых документов, состояние машины и законность внесения изменений в конструкцию. Чаще всего, что увеличивают места, либо, допустим, что-то переделывают именно в салоне автомобиля, устанавливают газ незаконно, как бы с этим тоже мы ведем борьбу. Как отмечают сотрудники ГИБДД, к техническому состоянию автомобиля, который перевозит пассажиров, нареканий мало. Автопарк относительно новый. Однако попадают машины, у которых разный рисунок протектора на шинах или стоит летняя резина в холодное время года. Среди основных нарушений, которые допускают водители при пассажирских перевозках, несоответствие документов или неполная комплектация. Это, например, отсутствие огнетушителя или аптечки. История канала «16» началась в 1994 году, когда несколько активных саровчан зарегистрировали предприятие и получили чистоту для вещания в эфире. С этого момента регулярно выходят новости и тематические передачи. Ирина Нехаева работала на нашем телеканале больше 10 лет. Именно она начала выпуск первой спортивной программы «Здравствуйте». Передача была, так сказать, 30-минутная. Называлась она «Здравствуйте». Может быть, тогда канал «16» только становился популярным. Может быть, не все помнят, но многие ветераны знают, что мы много времени посвятили их такой сподвижнической спортивной деятельности. Вот она делилась на три части. Это новости, это обязательно история. И обязательно тот материал, который не входил ни в другую позицию. Ирина Валентиновна освещала все главные спортивные события города. В рамках передачи съемочная группа проводила конкурсы с призами от спонсоров, учила саровчан кататься на лыжах и рассказывала о здоровом образе жизни. Городским спортивным советом работа велась всегда в двух направлениях. Одно – это воспитание спортсменов и достижение высших результатов в каждом виде спорта. Другое, самое главное и важное – это развитие оздоровительно-физкультурного движения и организация спортивных праздников для горожан. Сотрудники телевидения того времени самостоятельно учились искать, снимать и монтировать материал на новой, еще не освоенной технике. Вне времени остается лишь структура, принцип выбора и подачи информации, которую журналисты хотят донести до зрителей. В то время все было сложнее. Сложнее с транспортом, сложнее с аппаратурой, которую негде было ремонтировать или не на что, или еще каким-то образом. Все было технически выполнять сложнее. Вот это вот было. А сама суть новостей, она, наверное, никогда не изменится. Самый главный интерес – это люди. И человек, который работает на телевидении, он должен любить людей, даже если он освещает какие-то недостатки, сложности в жизни. Конечный результат работы телеканала зрителям выдают ведущие и журналисты. Но часто за кадром остаются редакторы, монтажеры и операторы, которые делают все, чтобы продукт был качественным и информативным. В наше время, как и 30 лет назад, сотрудники голубых экранов универсально и четко понимают специфику создания сюжета, выпуска новостей или программы – от сбора материала до финального монтажа. Сейчас команда канала «16» выпускает 15 передач, которые рассказывают обо всем, что происходит в нашем городе и за его пределами, чтобы заинтересовать и просветить телезрителей. Благодарительно акция «Рождественский подарок другу» зародилась в кризисные 90-е годы, когда страну лихорадила от реформ. В этот тяжелый период безденежа и безработицы в 17-й школе положили начало доброму делу, который живет по сей день. Более 29 лет назад учитель нашей школы Тюрина Александра Ивановна впервые со своими детьми собрала подарки, написала поздравительные письма и отправилась перед Новым годом в Дивеевский детский дом. Вот так и родилась наша акция. К благотворительному проекту присоединились и другие образовательные заведения нашего города. Ученики, родители и педагоги собирают новогодние подарочные наборы и затем приносят в 17-ю школу. Практически все школы нашего города к нам присоединяются, также привозят подарки, которые мы вручаем вознесенцам. В прошлом году, например, Лицей-15 подарил революционному центру большую искусственную елку. В канун Нового года подарки отвозят детские дома. С благотворительной помощью школьники в разные годы ездили в Дивеевский детский дом и в Вацкий. Несколько лет назад появился новый пункт назначения. Мы собираем подарки, затем приготовим новогоднее представление, затем накануне Нового года мы отвозим эти подарки в Вознесенский реабилитационный центр и в школу-интернат номер 9 города Сарова. Для того, чтобы порадовать детей перед самым волшебным праздником и принять участие в акции, можно принести новые игрушки, сладкие наборы, канцелярские товары, средства гигиены и книги. А можно написать своим сверстникам письма с теплыми пожеланиями. В этом письме написать нескольким детям пожелания, поздравления с Новым годом. Его можно раскрасить, красиво украсить, творчески отнестись к этому. Благотворительные акции могут принять участие все желающие. Подарки нужно приносить до 15 декабря в кабинет номер 3 17 школы с 8 утра до 3 часов дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова